Но ничего интересного не произошло и матч так и завершился в ничью 2-2. И другая встреча этой группы, Панатина и Кос, Ольборг. В составах обеих команд отсутствуют ведущие защитники. Дисквалифицированы, они были удалены в предыдущих матчах. Калицакис у Панатина и Коса и Бойе у Ольборга. Мы перенесли со стадиона Даш Анташ на такой же примерно по вместимости стадион Спирус Луис. Вот температура. Очень даже не жарко. Всего 3 градуса тепла. В Афинах. Ну а главный судья Вацлав Крондель. И я думаю любители футбола помнят, что именно он судил матч. Три недели назад Спартака с Руссенборгом в Москве. Вот теперь чешский арбитр Вацлав Крондель, а также его помощник имелом Брабец и Отакар Драстич обслуживают встречу будущих соперников, возможно, московского Спартака. Одного из будущих соперников. Но вы уже, наверное, разобрались. Футболисты Панатина и Коса в зеленой форме и атакуют. Седьмой номер это Борелли, легионер из Аргентины. И как неудачно сыграл защитник Датского клуба. И вот на первой же минуте, на первой же минуте, сегодня быстрые мячи забиваются. И в матче предыдущем тоже. На первой же минуте Александрос Алексудес забивает мяч в ворота клуба Ольборг. И вновь мы видим Томаса Гила, вратаря. Ольборг, а это тренер команды Зеппион. Так, ну, наверное, самая знаменитая личность в Ольборге. Ну, кстати сказать, именно Ольборг нанес Панатина и Коса поражение. Единственное поражение в турнире. Выиграл с счетом 2-1. Второй номер Апостолакис. И вновь опасно, и переводит мяч Гилл на угловой. А четвертый номер Георгиадис. Сегодня два Георгиадиса в составе. И два Георгиуса Георгиадиса. Что? Тезки и однофамильцы. А это вот защитник Узунидис. И тренер Хуан Рамон Ороча. Несколько необычно выглядит. Надел шапку. Ну, не мудрено. Прохладно все-таки в Греции. Очень робко Ольборг проводит выездные матчи в групповом турнире. Вот одна из немногих атак Хенрик Расмусен. Донис. И рядом со штангой посылает мяч нападающий греческого клуба Георгиус Донис. Ну, и вот такая информация о том, что он отличился в последнем матче отборочного турнира чемпионата Европы против сборной Фарерских островов. Вот владение мячом. Заметно чаще владеет мячом, понотяная коз. И желтая карточка. Вот слово крон для. И получает ее, по-моему, Кристенсен. Защитник Ольборга. Много очень ударов по воротам. Это Кшиштоф Варжиха, лучший бомбардир и прошлого чемпионата Греции, и нынешнего первенства. Какой неожиданный удар. Но я думаю, что к Томасу Гилу нет особых претензий. А Варжиха пристреливается. Очередной раз он атаковал ворота. Апостолакис. Защитник пошел вперед. Очень много нарушений правил допускают гости. И получают много желтых карточек. Вот были уже предупреждения. Вот сейчас еще одно предупреждение. По-моему, Педерсон получает. И очередной штрафной. Прекрасный удар. Какой великолепный мяч. На исходе первого тайма Георгиус Савва Георгиадис. А есть еще Георгиус Хараламбус. Но вот это вот Георгиус Савва Георгиадис. Исполнил превосходный просто удар. Верхний левый угол. Итак, 2-0. 2-0. Атакует Ольборг. Ну, пожалуй, самый острый момент у ворот. Йозефа Ванзека. Галкипера. Греческая команда. 11 номер это Расмусон. Вот пара нападающих. Андерсон и Расмусон. Забила в чемпионате Дании. В прошлом чемпионате. На двоих 40 мячей. Итак, 2-0 после первого тайма. И довольно убедительное преимущество хозяев поля. Седьмой номер Борелле. Очень мобильные, очень подвижные полузащитники у греческой команды. Да, вот 4 матча со сборной Аргентины сыграл. Ну, это, вы знаете, распространено, когда команду возглавляет зарубежный специалист. Он иногда приглашает своего соотечественника в команду. Вот так же поступил тренер Фан Рамона Роча. Аргентинец пригласил Борелли. Ну, вот мы посмотрели в первом тайме, как действует в разных ситуациях Томас Гилл. А теперь уже в игре Йозеф Ванзек. Апостолакис выигрывает борьбу за мяч и Педерсена. И обидчик Апостолакиса оказался предупрежден. Ну, а вот грустный такой момент покидает поле Алексудес. Защитник. Ну, вот Караянец вышел. Капуранец. Вновь в игре Ванзека атаковал Йенсен, защитник. И замены производит зэппионков. Гронкер появляется. Ну, грубо, безусловно, порой действуют гости. И еще одно предупреждение. Расмус. Нет, не удалось этот прострел замкнуть. Ну, а так продолжается. Вы понимаете, это монтаж. Мяч не мог так быстро долететь до штрафной площади Ольбурга. Ну, а то у Георгия Адиса вторая желтая карточка. Не у того, который мяч забил. У другого. У Хараламбуса. Георгиса Хараламбуса, Георгия Адиса. Ну, вот Нант сыграл в ничью у него. Теперь 8 очков. У Порто 6. Если Панатина и Кос выиграет, наберет 10 очков. Возглавит турнирную таблицу. Получит хорошие шансы на продолжение борьбы. Кстати, в последнем туре Нант играет с Панатина и Косом. Наверняка какая-то из этих команд станет соперником московского Спартака. Ну, грубостью на грубость отвечают футболисты. И Маркус теперь предупрежден. Выявляется футболист со сложной фамилией Хьермицлев. Торбен Хьермицлев. Как изящно. Ну, увы. Донис. Георгио Сдонис. Не попал в ворота. Ну и вот. Как демонстративно поворачивается футболист. Ян Педерсон. Доигрался. Получил одну за другой две желтых карточки. И удаляется с поля. Вот такой бурный матч, в котором Панатина и Кос выиграл 2-0. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...